Десятилетняя Алина и девятилетний Артем уже вторую неделю живут у своей тети Людмилы. Дети ласково называют ее опайка. О том, чтобы вернуться домой, к маме, они даже боятся подумать. 8 лет назад она их бросила, так как она начала злоупотреблять спиртными напитками. При разводе мой брат забрал детей себе. В 2005 году, в ноябре, сын привез детей. Алине было 3 годика, Артеме 2 годика. И вот вместе мы жили до 2011 года. У бабушки очень было нам хорошо. У нас трехкомнатная квартира. У Артема своя, он с папой жил, с папой спал. Бабушка в зале, а я в своей комнате большой. У нас двор огромный, много животных. Две собаки, одна кошка, попуга, черепаха, много цветов. Они жили в деревне в Сакмарском районе. Все было хорошо, но год назад убили моего брата, их папу. Узнав, что им выплачивают пособие по потере кормильца, объявилась мама. Несмотря на то, что 6 лет детей и их биологическую мать абсолютно ничего не связывала, суд постановил отдать Алину и Артему той, которая их родила. Мы приехали, маму нет, не помнили. Она начала курить, пить. И нас почему-то лыгать матами крыть. Нас выкидывают за шкварник. Выкинут нас. Мы почти целый день на улице бываем. По словам тети и бабушки, они обращались и к инспектору по делам несовершеннолетних, и в отдел по защите прав ребенка с одной лишь просьбой – послушать, что рассказывают о своей новой жизни дети. Те слушали, но, видимо, пока никаких выводов не сделали. Семью даже не поставили на учет. Приходили вообще из комиссии Дзержинского района. Они там все осмотрели. На данный период сказали, что полы вымыты, в холодильнике есть яйца. И все. Сказали, что все хорошо. Застать дома маму детей не удалось. Известно, что у женщины есть работа. Соседка, которая живет буквально через стенку, знает горе-мамашу с детства. Лидия Ивановна считает, что матери нужно дать еще один шанс. Сейчас она не скажу, что пьет. Ну, я не знаю. Ну, видать, выпивает она вот с этим мужчиной. Как матери я бы не оставила. Вот как матери. Но она все-таки мать, как-никак, не чужой же человек. Может, у нее все-таки проснется это материнство. Пока материнский инстинкт, у женщины просыпаться, видимо, не торопятся. За неделю, которую дети живут у тети, мама, сына и дочь не навестимы ни разу. В ближайшее время тетя и бабушка детей намерены подать заявление в прокуратуру. На сегодняшний день это единственная инстанция, куда они еще не обращались. Женщины надеются, что хотя бы там прислушаются к тому, что говорят дети.